У меня будет всего 100 игровых дней, чтобы из такого пирата стать вот таким. Да, это проклятие скелета, которое можно получить за сотый уровень в PvP-сражениях. Если вы смотрели мой первый ролик, который набрал более миллиона, оповещаю вас, что в этом ролике буду играть за персонажа с первой части. Там мы получили звание легендарного пирата. Меня зовут Мурма, стартуем с первого дня. Желаю вам приятного просмотра. С тебя, как обычно, лайкай коммент, с меня годный контент, поехали. Впервые я очень долго сидел в лодке, чтобы настроиться на победу. Удостоверился, что у меня первый уровень, а не сотый. Потом побежал забирать все ресурсы с форпоста на свой корабль. На корабле бочки забивал ресурсами. Побежал опять лутаться. Подошел к корабельщице, чтобы купить ресурсы, но посмотрел только кружок. Мы будем выступать в PvP за костей. А чтобы выступить за костей, нам нужно эмиссарство костей. У меня был 22 уровень костей жнеца, и нужно было доплыть до приюта, чтобы купить эту эмиссарку. Потушил огни, закинул остатки. Сверился с картой, где у меня приют смерти. Поднимаем якорь, скидываем паруса и плывем на нашу базу. Эмиссарка будет нам давать бонус к золоту и репутации. Я приплыл на приют. Побежал к челу, который стоит внутри. О, хеллоу. У служителя пламени покупаем эмиссарство. Стоит оно, кстати, 20 тысяч. Прямо на приюте на столе ставим это эмиссарство. Посмотрел еще ресурсы в бочках и отправился на корабль. Йоба. Спускаем паруса. Эмиссарство теперь есть. Стал готовиться к первому бою и, конечно же, лутал карманы. Вылил воду, перевернул часы, открыл карту, ванзил кинжал. Стал отплывать от приюта. Вот я и пошел под воду на первый бой. Естественно, возможно, это тренировочный, возможно, и нет. Так у меня начался первый день. Под водой я плыл долго и мне никак не давало противника. Вроде нашло противника, но выкинуло на фурпост. Опять якорь. Опять парус. Поехали. Пробуем второй раз, возможно, игра запустит. Наконец-то я всплыл из-под воды на первый бой. Поднимаю парус для более быстрого закрута, поворачиваю руль правее, чтобы накидывать с левого борта. И вот они пошли первые выстрелы. Пэм, пэм, пэм. От моих жестких ядер он испугался и стал крутить вокруг моря. Потом он решил и вовсе уплыть. Он уплывал, но вдруг я его увидел в воде. Зацепился за лестницу, чтобы скинуть мне якорь. Ух ты, блядь. Он мне тянул руку, но я хотел его приложить с мушкетона. Мушкетон должен шотать, но здесь не зашотал. Вторым выстрелом я промахнулся. Он у меня на корабле и скинул меня с него. Сделав дэш мастерские сабли. Вернуться на корабль можно с помощью русалки. Возвращаемся. Меня все удивлял мушкетон, но здесь он зарешал, конечно. Отправил хулигана на паром и стал догонять его корабль. Чуть он стал останавливаться, и я приподнял паруса. Он начал меня обстреливать, и надо было что-то делать. Пэм, пэм, пэм. Разбил он меня знатно, я еще плыву в скалу. Он мне сбивает мачту, я пытаюсь сбить ему мачту, чтобы хоть как-то его остановить. Жму кнопки на клавиатуре, но они у меня не срабатывают. Оказываюсь на пароме, меня выпускают. Зверь появляется на корабле, но было уже очень поздно. К сожалению, в первом бою я проиграл, но нужно было что-то менять. За поражение дали утешительный уровень. Появился на форпосте. Зализывать раны не стал, в детстве моего персонажа один раз так обманули. Поставил вновь омиссарство. Собирал ресурсы для корабля. Закидывал расходники в бочки корабля. Починил корабль всего лишь за 10 тысяч золота. Стал закупать еще ресурсы. Открыл карту и вонзил кинжал. Выплываю на следующий бой. Погружаюсь под воду. Всплываю на второго соперника. Приподнимаю парус, ну и начинается накидавого. У нас была близкая дистанция, он меня накидывал, и я ему тоже. Я ему накидывал жестко, но он меня все обстреливал и обстреливал. Накопилось много воды, и от нее надо было избавляться. Не стал заколачивать дыры, ведь я ему снес мачту, и надо было как-то его удержать. Спустя 2 секунды я передумал. Из-за этого мой корабль пошел прямо на него. Я выворачивал как мог, у нас началась перестрелка на дальностреле и на пистоле. И он, кстати, по мне знатно так попадал. У меня уже было по карту воды, а это очень опасно. А он стоял и накидывал, как будто был сухой. Пока черпал, сбился с курса и стал выворачивать. Бамба! Я вышел дать ядро, а он вышел что-то там сделать. Ну и получил чугун. У меня радость, а у него горе. Я стал накидывать дальше, он за это время вышел и кидал по мне с дальнострела. Кстати, чел очень подозрительный, так как попадал по мне каждый раз. Представляете? Ну я не отступал и бил по нему чаще. Опять он по мне попал, но я не зализываю раны. Уже забил на управление корабля, я просто стрелял. И он в итоге потонул. Это моя первая победа. Когда заканчивается бой, нужно забрать флаг и собрать с него ресурсы. Чем я собственно и занялся после победы. Гарпун не работал, я собирал все вручную. Пока собирал меня, все-таки одолела акула. Вышел с парома, доплыл до приюта. Сдал флаг после победы. Теперь у меня уже был третий уровень. Поплыл дальше под воду. Промокший подонок. Это я не про себя. Началась битва. Ну и я ловлю мгновенный чугун. Возвращаемся. За время его отсутствия воды так и не прибавилось. Он меня вывел так, чтобы я дрался правым бортом. А это фигово, потому что на этом борту больше дыр. Противник затупил, не стал доворачивать и просто плыл прямо. Из-за этого не смог меня нормально остановить. Небольшая починка. Ну и вышел уже по нему накидывать. Получилось так, что ему тоже залетает чугун. Пока он был на пароме, я сбил ему мачту, хоть это и не показывала игра. Ну и дальше стал накидывать ядрами. В итоге я ему столько накидал, что ушел чиниться, а он просто потонул. Это моя вторая победа, забираем с него ресурсы и плывем дальше. Идем на дно. Противник номер три. В самом начале боя я даю ядро и попадаю ему чугун. Ну и дальше начинаю просто накидывать ядра. Лягким движением руки сшибаем мачту. У него уже было столько дыр, что он не смог отчерпаться. Пытался по мне стрелять с дальнострела, но утонул. И это третья победа. Я, как обычно, собираю ресурсы и отправляюсь дальше. Бой номер четыре. Корабль трясучая дрожь. Началось сражение, но он просто отвернул от меня и поплыл куда-то. Вдруг вспомнил, что он в ПОП, решил вернуться. У него такая стратегия, что он выворачивает корабль и забывает нахрен про штурвал. Он уже раза четыре просто проплывает мимо меня. С пушки к нему прыгнуть не могу, так как это не давала игра. Ну и начались догонялки. Он испытал максимальный уровень доверия и стал ко мне прижиматься. Ну а я по-профессиональному ему отказал. Он погнал опять в другую сторону. Вдруг решил пойти ко мне на абордаж. Закидывал меня огнем, думая, что это ему поможет. Скорее всего, он насмотрелся каких-нибудь видосов, но откис от одной пули и отправился на паром. Все по-прежнему, стал крутиться. Даже попробовал меня шотнуть с мушкетона с двадцати метров. И тут я понял, что у него точно своя игра. Наск! Все это время я не могу выстрелить из пушки, потому что игра забагалась. Но вдруг случилось чудо. Я ему сбиваю мачту ядром. У него были дыры, и чтобы хоть как-то помешать, я прыгнул к нему с сабли. Он скидывает парус, я не успеваю! Но его остановила скала. Забрался к нему на корабль, и тут началась мощнейшая битва. Промахнулся дальнострелом, он бегал за мной с сабелькой, он даже выжил от дэша. Распинал всю мою саблю и выбил меня. Заход номер два. Он забивал дыры, и, кстати, дыр было мало, чтобы корабль быстро потонул. Я его жахнул, но надо было что-то делать. Мой корабль без присмотра. По нему стреляет испанский форт, и там, возможно, есть дырка. Мне пришлось вернуться. Частью дырок не оказалось. Принялся накидывать по хулигану. Накидав, отправился на абордаж. Он получил зельнострел, а вот сабли пока дотянешься, там непонятно. Подлил ему воды. Закидал бомбицами. В итоге отправил на паром. Ну и как итог, конечно же, он потонул. Благодаря этой победе мы достигли первого стрика из четырех побед. Кстати, у меня уже шесть с половиной уровней. Приплыл на форпост, чтобы сдать флаги и сдать стрик. Флаг отдал скелету на форпосте. Следующий тоже. Ну и время сдавать стрик. Я получил 52 тысячи плюс 78 тысяч за эмиссарство. У меня было шесть с половиной уровней, а стало восемь. И это был стрик из четырех побед, нужно бы делать больше. Далее я стал лутать форпост, чтобы отправиться на следующие бои. Время отправиться на дно! Начинаем фармить победы заново. Собираем новый стрик. И это первый бой. Новый стрик, новые победы. У меня не задалось с управлением корабля, я плыл как-то криво. Стали обмениваться любезностями, и он не ошибает мачту. А когда сбивает мачту, это значит, ты стоишь на месте. А когда стоишь на месте, это значит, ты остановлен. Стоять на месте нельзя, он меня может разбить по кругу. И я стараюсь забить мачту. Но она у меня падает. Забиваю на мачту. Кажется, у меня здесь нет шансов. У меня получилось дать ему мачту, и залетает легендарный дальнострел. После чего он отправляется на паром. Надо бы черпануться. Вылить! Черпануться! Вылить! Черпануться! Вылить. Продолжаю накидывать, пока его нет. Ну и в итоге он потонул. В этом стрике это моя первая победа. Второй бой. Подворачиваю парус. Кручу направо. Выравниваю корабль. Начинаю стрелять. Он стал жестко попадать. Я ему закинул олимпийский книпель, а он меня чуть не отправил на паром. Это, кстати, бы решило битву. Разбить штурвал нужно чинить. Он без мачты, ему тоже плохо. Я успеваю ему накидать, но у меня кряхтит весь корабль, потому что воды ну очень много. Он за это время поднял мачту, но я попал в нее ядром. Это рандомное ядро его остановило. И я продолжил накидывать. Воды у меня очень много, он мне попадает еще и в штурвал. Пока я черпал, увидел, что он поставил мачту. Но он в это время утонул. Противник решил поставить мачту, но забыл про дыры в корабле. Следующий бой был в тумане. Ничего не видно. Искал его визуально и на запах. Но увидел остров, который появился из ниоткуда. Развернулся на гарпуне. Увидел еле заметную мачту своего противника, но он решил плыть дальше в туман. Он все-таки повернул, а я плыл за ним. Он, кстати, прыгнул на остров и стал оттуда по мне стрелять. Ну а я накидывал по его кораблю. Проплывал он очень близко, и я ему дал первую мачту, потом вторую. Она у него упала, и я его обездвижил. Все это время он был на острове, а я по нему накидывал. Конечно же, здесь я победил. И это наша третья победа. Пока плыл под водой, решил посмотреть, какой у меня уровень. Уровень стал десятым. Здравствуйте. Я думал, он будет крутить, как все остальные игроки под левый борт, но он решил драться правым. И мы плыли к острову. Я подумал, мы будем драться за островом. Но он развернулся на якоре и плывет за мной. С первого ядра я просто попал, со второго поставил ему чугун, и в этот момент нужно кидать книпеля, чтобы сорвать мачту. Конечно, к книпелям я попал, и мачта стала падать. Устал стрелять просто так и полетел к нему. На корабле был скелет, а это значит, что у него уже 100 плюс уровней. Был такой момент, либо я кривой, либо игра кривая. Ему очень везло, я не мог попасть. Но я взял себя в руки и приложил его мушкетоном. Не стал ждать, когда утонет, и просто прыгнул в воду к своему кораблю. За этот бой мы набили стрик из четырех побед. Следующий бой получился, ну, очень классным. Вышел с парома, чел стоял уже у меня, и, конечно же, он меня шотает. Вышел второй раз, он меня уже ждал, и мы приложили друг друга. Вот даже вот такие бои бывают в море воров. У меня не было злобы или обиды. После этого поражения я был настроен еще жестче. Починил корабль за пять тысяч золота. Пустил паруса и отправился в путь. Поставил костяные часы и отправился в пвп. Ну и вновь я увидел трясучую дрожь. Пират, наверное, обиделся на прошлое поражение. Закидывал меня огнем и пытался взять на абордаж. Прямо аж воткнулся в мой корабль. Но ему это не помогло. Так у него ничего не получилось, ну а у меня первая победа. Дырявый маяк всплывает на более дырявого пирата. Ой. Начинается битва на огромные расстояния. У меня начались перекруты и все наперекосяк. Вдобавок он мне еще сшибает мачту. Я ее удержал. У меня воды по карту. Сбивает мачту целиком. Потом я понял, что у него тоже нету мачты, но игра визуально не отображала. Конечно же он давал отпоры, ситуации у нас схожие. У меня уже были огромные дыры. И он не давал их починить. Уже наступило утро, а мы все бились. Его отвернуло кормой ко мне, и это был шанс зачиниться. Я продолжал накидывать, а у него, видимо, кончилось терпение. Ну или не уследил за уровнем воды. Как факт, он потонул, для меня это вторая победа. В репутации уже камнуло 12,5 уровней. Стал лутать его ресурсы, забрал флаг, выкинул всякое лишнее и отправился на следующий бой. Ну а в этот момент мне было совсем не сладко. Битва началась с попадания мне в мачту, и я принялся ее чинить. Если бы он попал еще один книппель, я бы уже был без мачты. Дальше было только хуже, он попадал только в мачту и только в меня. В меня и мой корабль залетали абсолютно рандомные ядра. От этого было крайне тяжело по нему стрелять. Конечно, я давал отпор, но он мне сбивает все-таки мачту. Я ее поставил и стал забивать. Кидаю пару, чтобы уплыть и зачиниться. Но он опять попадает в мачту. Я ее держу. Забиваю. Воды уже по карту, но нужно уплывать. Черпанул воды, забиваю мачту целиком, чтобы он не попал в нее опять. Зачинил мачту, отчерпался, чиню штурвал и дела у меня плохи. В такие моменты главное не включать героя, а лучше отчинить корабль. И потом уже дать нормальный бой. Обязательно чиню корму, потому что с кормы очень сильно заливает. Он решил мгновенно меня остановить и пошел прямо на меня. Я выстрелил ядром и поставил ему чугун. Тем самым отправил на паром. Тут нужно сбивать ему мачту и обездвижить. Стал по нему накидывать, но у него было очень много дыр, и когда он вышел, не успел просто отчерпаться. Здесь моя победа. Череда увеличена до трех, отправляемся на следующий бой. В очередной раз это огромное расстояние стрельбы. Мне удалось ему накидать по самой анибалуй. Мне от него тоже прилетало хорошо. Я ему закидывал к непеля, но мне он тоже сбил мачту. Мы стояли и долбили друг друга в борта. Накидал я ему очень сильно то, что он перестал стрелять. У меня было время зачинить полностью корабль. В очередной раз, когда я стрелял, ему залетел чугун, и он отправился на паром. Ну вы сами понимаете то, что это точно победа. Победа из четырех, а это означает новый стрик. Давайте посмотрим, какие были битвы дальше. Правда, перед этим я заплыл на форпост и, естественно, сдал стрик, чтобы получить золото и репутацию. Золото получилось 52 тысячи плюс 78 тысяч. Ну и получилось за это ровно уровень. Мы дошли практически к пятнадцатому. После я сдавал еще парочку флагов и понял то, что стрик 4 это ну очень мало для репутации. У меня было очень много ресурсов, а это значит, что можно сделать огромный стрик. В принципе, я это и попробую. Сплываем на хранитель и сокровищ. Тут опять туман и корабль вообще не видно. По карте он был где-то слева. С огромного расстояния ему залетело два книпеля в мачту. Я стал накидывать, он не успел очерпать и победа за мной. Счет 1-0 и это было как-то ну очень легко. Ну и вновь новый корабль. Битва была не совсем удобная, корабль шел правым бортом. Потом он отвернул и я понял, что это ну на очень долго. Настало время наколачивать книпеля, и как обычно заходят олимпийские. У него падает мачта. Он попадает мне в мачту, и я сразу чуню, потому что если я без мачты, это затянется еще дольше. А так я плаваю по кругу и просто ему накидываю. Пират никак не успокаивался, словно у него не было дыр. Я его отправил на паром чугуном. Томить не буду, и эту битву я выиграл. Я закидываю ядрами и книпелями, как меня вдруг шибает ядро. Но в этом ничего страшного нету, потому что противник просто отвернул. Ииии... Полетел к нему, но было очень далеко. Начинается жесткая близкая битва, тут либо я, либо меня. Мой книпель попадает ему в мачту, и у меня заходит дальнострел. Это очередной пират, которого я отправляю на паром с дальнострела. Он стоит без мачты, тут его надо бахать. Даю фору, забивая доски, чтобы он успел выйти. Он берет и уплывает, хорошо, что у меня много книпелей. Сюда подошел. Обозначил, что я у него. Залезаю, но он меня спалил. Но у меня есть туз в рукаве, и я его просто шотаю. Когда я к нему залез, тут началась мистика. Игра словила бак и не показывала воду. У него было очень много дыр. Но даже то, что и не показывала воду, я победил, и это третья победа. Очередная тусовка в море. Тут очень отлично зашли к ниппеля, просто один за другим. Но здесь была очень близкая дистанция. А до этого я ему накидал, он просто чинился. В итоге он не справился с аппаратом, и это моя четвертая победа. Стрик мы собрали, что же нас ждет дальше? Давайте посмотрим. Пятый корабль оказался дырявый маяк. Кидал-кидал по нему ядра и решил сделать по-мужски. Взял к ниппеля и закинул ему два за шиворот. Мачта у него упала, и он, кстати, застрингованный. У него большой флаг. То есть до этого он кого-то топил. У него весь корабль разбит, но он умудряется поднять мачту. Он стал уплывать и был уже далеко от меня. Но здесь залетает профессиональное рандомное ядро. Сбил ему мачту, и тут нужно стреляться к нему. Потому что дыр у него много. Бесшумно залез и кинул ему якорь. Между нами началась возня, но кто знал, что он на один зубок. А еще он подрабатывал в торговом союзе. Далил ему воды. Череда побед составляет твердую пятерочку. Погнали дальше. В этом бою начало дергать всю игру. Ядра летели прям колбасой. Он резко повернул на меня, за что получил два книпеля в мачту. Пытался отстреливаться с оружия, я ему тоже дал плюху, но вдруг его дергал, и я не попал. Потом все-таки попал, но он мне дал мачту. В этом ничего страшного нет. Вдруг я услышал русалку в воде. Значит, он где-то близко. Ну и тут начались огненные гайды от противника. Если что, в этом ничего страшного нету, тушится это за пару видов. Он продолжал стрелять со своего корабля и делать непонятные мувы. Как обычно, заколачиваем два книпеля в мачту. Как вы думаете, что произошло? Конечно, он поднял мачту и... поплыл. Я его вновь остановил. У него оказалось столько дыр, что он ну просто не очерпал. Это шестая победа. Пыльная палуба. С этими названиями уже ну прям дежавю. В самом начале у меня зашли абсолютно все ядра. Я не смог его дожать, и он уплыл на ресет. Мы стали играть в догонялки. Я больше по нему не стрелял, но вдруг он просто затонул. И это моя седьмая победа. Удивительно. Следующий корабль у меня уже попадался. Бой начался с того, что я ему дал чугун. Ну а потом положил мачту. Когда он вышел с парома, немного постреляв, получил опять чугун. Здесь все понятно, и это наша восьмая победа. Девятый бой шел практически наравне. Здесь уже шуршали книпеля. Он мне попал один книпельну, а я ему сбил целую мачту. Продолжая накидывать, нельзя его отпускать. Но он все-таки поднял и поплыл. Вновь заходит книпеля с огромного расстояния. Он безмачтный, но я очень далеко. Он опять поплыл. Вновь началась битва, но он словил резкий чугун. Теперь у меня точно был шанс. Мы встали у скалы, и у меня не было нормального угла, чтобы ему накидать. Он вернулся с парома и стал давать мне отпор. Я катался по кругу и просто дырявил его корабль. В итоге он затонул, но игра решила не показывать мой стрит. Ну а так это девятая победа. Десятый королевский бой начался с чугуна противника. Конечно, закидал его книпелями и бахнул его мачту. Как итог он быстро затонул, и это десятая победа. Со спокойной душой я приплыл на форпост и стал сдавать флаги. Кстати, флаги первого уровня давали не так много репутации. Но я их все равно сдавал. Снимаем стрик из 10 побед и получаем 172 тысячи плюс 258 тысяч. И это я попал на Х2. Всего у меня сейчас 24 уровень. За этот стрик из 10 побед я получил 10 уровней. 15 игровых дней и 24 уровня. Заработано золото 808 тысяч. Это у меня получилось за 5 часов стрима. На этом стриме я решил еще немножечко поиграть. Усталость, конечно, накопилась и прицел был сбит. Я тупо по нему стрелял и совершенно забыл, что нужно крутить корабль. Так я вышел прямо на него и чуть не умер. Но вдруг взлетает нормальный такой дельнострел. Благодаря этому я уже начал нормально ставить корабль. Накидывал по кораблю противника. Он постоянно пытался поставить мачту. Ну и в итоге он просто утонул от полученных дыр. Второй бой начался с книпелей. Этот пират стал закручивать прямо на меня и, конечно же, я дал ему книпель. Решил полететь и посмотреть на его банан. Он меня никак не встретил. Ну а я ему вспышкой помог увидеть дырку. Он утонул. Третий бой заставил меня прям поднапрячься. Там был действительно хороший пират, который топил до этого корабли. Чиню мачту. Черпаю воду из-под карты корабля. Начинаю вновь накидывать. У меня не было нормального угла, еще он мне разбил штурвал. Начался бой практически без парусов. Я выиграл этот бой, но он настолько обиделся, что стал закидывать меня огнем. Это же очень опасно. Очередное огромное расстояние. Олимпийские книпеля залетают прям как по маслу. Ядро залетает в штурвал. Ядро залетает в чугун. Точнее, пирата. Я забираю его флаг, это моя победа. Следующий исход боя решился просто за пару ядер. Здесь рассказывать особо не буду. Дайте мне мои бомбицы, я его отмудохать. Следующий бой. Попадаю прям три ядра ему в мачту. Решаюсь прыгнуть к нему. Думаю, у него штаны стали не черного цвета, а коричневого. Он появился, я его сфотографировал так, что он выпал за борт. Но залезть обратно я ему уже, конечно, не дам. Прыгнул к себе на корабль, потому что у него было мало дыр. И тут он в разъяренности начал попадать абсолютно каждое ядро по мне. Штурвал мой в щи, это может быть проблемой. Я давал ему ядра, он кидал по мне зажигалки, сопли, слюни и так далее. А я ему еще дал плюху с дальнострела. Но он неблагодарный. Давненько он не был у паромщика, и поэтому решил резко сходить от моего чугуна. После этого, конечно, он затонул. Тем временем, это, кстати, шестая победа. За шесть побед в коллекцию мне удалось закинуть семь флагов. Следующий пират мне попался, который, ну, просто плыл. Поэтому я его выиграл легко. Ну, а прежде чем утонул, я забрался к нему на корабль. Он просто стоял и черпал. У него, кстати, не показывалась вода, но игра немножечко баговная. Тем временем, за победой уровень уже был больше 28. Как люблю, когда первое ядро залетает в меня. И еще одно. Он дал эти ядра и уплыл за горизонт. А когда возвращался, резко отворачивал. Кое-как я сбил ему мачту и остановил его. Стал накидывать. Топил я его еще долго, и это, кстати, тот, который с коричневыми штанами. В один прекрасный момент он просто утонул. Возможно, вышел. На борту у нас 8 флагов. Следующий бой начался опять без штурвала, и я его проплыл. Это опять тот, который плывет на меня, а потом отворачивает. С такого расстояния вы понимаете, какие у меня сейчас нервы. Я уже стал упрашивать книпеля зайти ему в мачту. У меня не заходил ни один книпель. Чтобы вы понимали, это уже пятый или шестой его круг. Сперва он плыл в одну сторону, а теперь он решил в другую. Знаете, что он сделал? Он поплыл в другую сторону. Все-таки сломал ему мачту. Самое время не отпустить. Но он затонул сам. Больше не заходи в пвп, пожалуйста. Прошу тебя. Пвп сражаются Афина и Костя. Но этот персонаж был на Ордене Душ. На абордаж я не успел. Это был чел, который фармил остров. Случайно нажал часы, я на него всплыл, так как играю пвп. Он испугался и просто уплыл вперед. Ну а впереди зона. А когда он это понял, стал поворачивать обратно. По мне видно, какой этот режим веселый. Хорошо, что ему зашли книпеля, так бы он плавал еще долго. Там полный новичок, и конечно у меня победа. В итоге я набил десятый стрик и забрал 10 флагов. Самое время отправиться на форпост. Приплыл на форпост и решил сдать самый жирный флаг. Я его сдал и сразу снял стрик. За этот стрик я получил 172000 плюс 258. Ну а дальше я стал просто сдавать остальные флаги. Пока я всем этим занимался, на меня плыл какой-то шлюп. Я бы ему отдал свои все ресурсы, но вдруг он стал по мне стрелять. Просто по стоячему кораблю. Кстати, после того, как я сдал стрик, я поставил часы снова. Так что флаги я сдавал под часами. Пока по мне стрелял тот шлюп, я посмотрел журнал пирата. В море я уже находился 20 дней. Если округлить, получил миллион 300 за ПВП битвы. Вышел к этому челу и стал говорить, что отдам ему ресурсы. Но он, видимо, не хотел. Над ухом просвистело его ядро. Я решил не завершать стрим на поражение, а дать ему бой. Изначально дал ему мачту, чтобы он уже никуда не уплыл. Ну а далее просто накидывал. Он, конечно, отпирался. В итоге ему залетел смачный чугун, как остальные моим противникам. В конце концов, он утонул. За этот стрим удалось наколотить 33 уровня. Почти 34. Кстати, вовремя приплыл этот шлюп. У него был флаг, я его заберу сейчас и сдам, и у меня будет 34 уровень. В итоге я продаю флаг и уже окончательно снимаю часы. Ну и прибавил себе 34 уровень. В этот день я наигрался, собрал все переноски и поставил другим ребятам, чтобы играли. Следующие кадры будут уже со второго стрима. Начался новый день, я стал закупать ресурсы на корабль. Собрал доски и ядра в ящик для хранения. Стал выкидывать всякое лишнее. Также закупился у корабельщицы. Ну и побежал лутать весь ворпост. Вернулся на корабль, разбирая припасы. Поставил омиссарство костей. Голосую за часы и карту, чтобы отправиться в пвп. Это первый заплыв второго стрима. Первое сражение. Противник стал уплывать, а я ринулся к нему. Потому что иначе этот бой будет очень долгим. Мне удалось к нему забраться и скинуть якорь. Но вдруг я передумал. Его можно разбить о скалы, либо вывести за зону. Я выбрал первое и выбил с корабля противника. Стоял контролил лестницы, но вдруг откуда ни возьмись появился в рот еб... Мастерство Шаолини во мне разыгралось вновь, а я его отправляю на паром. Ну и постепенно тонет его корабль. Он вновь появился, я закидал его умницами, он умер. Тонул он долго, но в итоге потонул. Это моя первая победа. Второй бой начался с того, что противник испугался и просто от меня уплывал. Когда он сблизился, я выстрелился к нему. На корабле был полный новичок и совершенно непонятно, почему игра закидывает именно таких. Он просто фармил острова и случайно нажал часы. Мы еще немного с ним пострелялись, и кстати он был неплох. В итоге отправил его в зону, где лопнули часы. Естественно, это победа. Бой номер три. Там был тоже новичок, который потонул просто от ядер. Беспечный Корсар. Тут уже был серьезник попротивнее. Сбил ему матч, но накидал ядер и попал ему чугун. Очередная легкая победа. Отправляемся дальше фармить стрик. В первые две минуты положил ему матч, то и накидал ядер. Получилось так, что он тоже быстро утонул. Следующий корабль просто стоял АПК. Такие бои бывают, это те, кто фармят на поражениях. Бахнул его окнепелями. Он поднимал матч, то рубанул его с дальнострела. Это очередная быстрая победа. Вспыл начало, который кидает кубик с цифрами. У кого больше цифры, тот и выиграл. Но я не стал играть в его игру. В итоге он простоял АПК, и это восьмая победа. Девятый противник поплыл в призрачную флотилию. Честно, я не знаю, что был такой за день. В итоге я погнал лутаться на форт. Пока лутался, он утонул на флотилии. Снова всплыл начало с кубиками. У него была третья ступень, а значит он кого-то уже и выиграл. Мне он даже не стал уже предлагать. Это десятая победа. А в следующем плавали вокруг скалы. Пошел к нему на абордаж, а он затонул от бомбецов. Ну до этого, конечно же, закидал его кнепелями. В итоге меня съела акула. Приплыл на форпост и решил сдать все флаги. Отправился дальше под воду. Здесь игра была уже посерьезнее. Но как обычно, ему залетают кнепеля в мачту. В итоге он не очерпался, и это двенадцатая победа. Ну и снова всплывает он. Олимпийские кнепеля снова заходили, и это именно то, что у меня получалось в данный момент. Если противник без мачты, это значит он проиграл. Он уже проиграл, но хотел залезть ко мне на корабль, чтобы наговнить. У него не получилось. Следующий корабль проголосовал за затопление. Это, ну, легкая победа. Стриг 14 набит, отправляемся дальше. Тут случился стандарт, я ему сбил мачту и прыгнул на абордаж. Закидывал бомбецами, но он жил как не в себя. Мне нельзя было тонуть, у меня уже большой стрик. Очень хотелось бы его сдать. Но прежде чем его сдать, мне нужно набрать где-то 20. Этот чел еще отнимал у меня много времени. Игра совершенно по нему не регала. Битва продолжалась долго, но все-таки мой бомбец его настиг. Но утонет ли он после того, как отправился на паром? Он все-таки вышел с парома и успел зачерпать. Но я его все-таки убил. Очень живучий оказался скелет, и это, кстати, скелет не проклятие, а этот донатный. А это самый первый момент, как я к нему попал на абордаж. Честно, я потерял с ним очень много времени, и лучше просто стрелял ядрами. Как бы там ни было, он утонул, и череда увеличена до 15. Следующая игра началась с разбитого моего штурвала. Я ему снес мачту и стал закидывать. Он еще получил и чугун. Он утонул. И, скорее всего, вам такие игры приелись. Дальше я буду показывать только стрики, либо действительно интересные моменты. На следующий бой я еле выжил, у меня воды по карту. Он мне накидывал, а я тупо черпал. Удалось забить парочку больших дыр. Штурвала, кстати, тоже нет, и он мне еще сшибает мачту. Дела очень фигово, забиваю мачту. О, и как удалось от него отплыть. Мне еще много чинить на корабле, но он меня настигал. Решил попробовать выстрелить с дальнострела, и это был ваншот. Стал дочинивать корабль. Ну и началась битва вновь. Я не знаю, что произошло, я чинил дыру, как вдруг он утонул. Стрик 17, погнали дальше. Другой потонул просто от ядер. Стрик 18. С другим произошла та же самая ситуация. Я по нему накидывал, а он просто утонул. Стрик 19. Мне попадались какие-то актеры. Каждому я давал мачту, потом закидывал ядрами, и они тонули. На корабле, кстати, был скелет, а это значит, что у него 100 плюс уровень в ПВП. Напоследок он вылил в меня ведро воды, и сам прыгнул в воду. Стрик 20. Ну теперь уже точно отправляемся на форпост. За 20 побед у меня было 9 флагов. Но до этого 4 флага я еще сдавал. Чисто за 20 побед мне дало 12 уровней. Но сейчас еще сдадим флаги и снимем стрик. В общем, я стал сдавать все флаги. За снятие стрика я получил 744 тысячи плюс миллион 116 золота. За флаги и стрик я получил плюс 9 уровней. И в общем у меня был 63 уровень. После стриков 20 побед я отправился за новым стриком. И набил вновь 10 побед. Битвы были, но очень легкие. И поэтому отправляемся сразу сдавать флаги и стрик. Был x2, и за флаги пятой ступени я получал по 50 тысяч. Снял стрик из 10 побед, и мне не показалось, сколько я получил золота. Но спустя время все заработало. 344 тысячи плюс 516. Мой корабль находился в море уже 85 дней. За стрики я заработал 3 миллиона 127 тысяч. Далее на этом стриме я отправился за новым стриком. Но бои были не очень интересные. Можно даже посмотреть вот этот момент, и все как бы понятно. В итоге я набил 7 побед, и за этот день уже подустал. Нужно бы плыть на фурпост и сдавать стрик. Начинаю продавать флаги. За снятие стрика я получил 224 тысячи плюс 336 тысяч золота. В итоге я получил ну очень прям мало, и отметка остановилась на 83. 88 дней в море. 3 миллиона 800 золота я получил за этот стрим. Следующий стрим начался, как обычно, с залутывания. И честно, этот день был ну очень тяжелым. Отправляемся на первое сражение? Этот чел был ну очень странный. У него все ядра летели чисто в меня. Я вышел, у меня накапливалась вода, а он был на абордаже. Но не успел ко мне залезть. Началась перестрелка. Он совсем не давал мне стрелять, и тут я ловлю чугун. Когда вышел с парома, был прям ну на волоске. Ситуация повторяется, он кидает бомбицы, потому что не успел ко мне на корабль. Кое-как в сражении я ему попадаю в мачту. У меня уже опять по карту воды, и мне очень сложно. Это был призрак. Афинское проклятие за сотый уровень. Он меня бросил на якорь, стрелял по мне, а мне надо было черпать. Срочно нужно было его остановить, и я его остановил. Поставил мачту, дал кораблю ход и стал стрелять, а он просто затопил корабль. Это моя первая победа. Честно, было хорошо, ведь это достойный противник. Второй корабль просто отправился в зону и там утонул. Вторая победа. С другим у меня совсем не пошло. Не давал он мне стрелять. У этого персонажа летело все в точку. Не знаю, насколько он чистый, но я пострелял по нему раза три или четыре. В итоге я без мачты и много воды. Тут я, конечно, потонул. Стал собирать корабль на новые сражения. Корабль стоял на фурпосте, и я его победил. От следующего я получил чугун. Когда вышел, он поднял мачту и стал уплывать. Но вдруг угол стал пропадать. Я решил прыгнуть к нему и поставить на якорь. Выбил его с мушкетона. Он вновь залез, но у него было очень много дыр, и он утонул. В итоге я его жахнул мушкетоном, и это вторая победа. Следующий бой был легким. Ну а следующий был средним. Я накидал противнику, он мне тоже, мы без мач, и он решил пойти ко мне на абордаж. Но у меня случилась ошибка, то что я упал в воду. И когда забирался, он меня, конечно же, приложил. Я вышел с парома и стал черпать. Один вопрос, он был у меня очень долго на корабле. У него было, ну, очень много дыр. Почему он не тонул, это, конечно же, вопрос. В итоге он меня убивает, и я просто выхожу. Снова лутаю корабль, и день у меня не сдался полностью. Первый корабль утонул сам по себе. Второй корабль тот, который попадается мне уже третий раз. Он от меня стал уплывать и просто затонул. В следующем бою я спал за шпилем у противника, и он меня не видел. При том условии, что эмоция спать, показывает Ник. То есть он совершенно не понимал. В итоге я увел его в зону, чтобы бахнули часы. И это третья победа. Другой тоже утонул без особого труда. Приплыл сдать флаги и стрик. За победы флаги и стрик у меня стал уровень 90. Да, 100 осталось совсем чуть-чуть. Насколько же веселое ПВП. Чел просто поджигал свой корабль. В итоге я его бахнул с дальнострела, и это, естественно, победа. Следующий был, кстати, хороший игрок, но я пошел на таран, потому что стал уже скучать в этом режиме. Немного пострелял по его кораблю и полетел на абордаж. Конечно, пытался его нахлобучить, но нахлобучил он меня и отправил на паром. Главное, чтобы за это время он меня не потопил. Все было нормально, продолжаю накидывать. Топил я его еще долго, но мне это удалось, и вторая победа. Другой от меня уплывал, я прыгнул к нему на абордаж, и он мне как раз-таки показал Wi-Fi Бландер. При второй попытке я ему показал свой мушкетон. Показал еще раз. У него было уже по карту воды, и здесь он достает свой Wi-Fi Бландер. Да пошел ты нахуй! Эта битва продолжалась веками. Обездвижил его вновь. Приложил его с дальнострелой, и наконец-таки он утонул. Следующий плавал, плавал и просто утонул. Восход! Оказался все-таки закатом. Уже 92 уровень. Еще одна победа. Еще. 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 Я уже, кстати, 95 дней в море. Приплыл на форпост и начал сдавать флаги. За стрик я получил 172000 плюс 258. Я еще бился в морях, и был у меня уровень 96. После 90 уровень идет очень сложно. Хоть и сейчас 96-й, чтобы получить 100-й, нужно отдать очень много времени. В итоге бои еще были. По большей части я выигрывал, но был такой момент, где я проиграл. Я набил третий стрик, у меня уже был 99-й уровень. Если сдать флаги и стрик, в принципе, мне хватает до сотого. Тащу флаги на продажу. Сдаю стрик и получаю за это 36000. За эту сдачу у меня еле-еле получилось набить сотый. Теперь я точно успеваю за 100 дней. Отправляемся на приют женица, чтобы получить скелета. Просто так подвал не открыть, нужна песня. У костей нужно получить повышение до 75-го уровня. После повышения я принимаю песню у костей. Играю на балалайке и подвал опускается. В этом подвале совершенно другой мир. Подвал, в котором я стану скелетом. Бегу на то место, где проводится ритуал. Вот оно, красивое костяное место. Преклоните колени, чтобы начать ритуал пламени. Мне начинают что-то рассказывать. Дают испить желтой воды, прям как в детстве. Наверное, это Фанта. После появляется Флейм Харт. Под его забавную речь я делаю парочку глоточков пенного. После третьего глотка меня стало разносить. И тут я понял, что я превращаюсь в скелета. Я поверить не мог, что это мои руки. Передо мной Флейм Харт. И теперь мой персонаж реально скелет. Ну и выгляжу теперь я как-то вот так вот. Немного статистики. Для получения скелета я провел ровно 100 боев. Из них выиграл 94 боя и 6 раз утонул. Проклятие удалось получить ровно за 100 игровых дней. Ну и конечно сотый уровень слуг пламени. Ну вот и все, ребят. За 100 дней у меня получилось получить проклятие скелета. А 100 уровней мы получили ровно за 100 боев. Спасибо большое за просмотр. Надеюсь досмотрел до конца. Не забывай про свой лайк. Обязательно напиши комментарий, что думаешь по поводу ролика. Если ты впервые на канале, буду благодарен за твою подписку. Надеюсь в скором времени у меня будет 100 тысяч подписчиков. Спасибо еще раз за просмотр и пока-пока.